Приветствую вас! Я предлагаю вам посмотреть на ситуацию немножечко с другой стороны. А именно, я предлагаю вам подумать о том, для чего вы это делаете. То есть, зачем вы даете прыщи? Как правило, подобные действия связаны именно с тем, подобные действия, позиция, связаны с тем, что у вас ага, либо серьезный внутренний конфликт, который вы разрешаете путем давления прыщей. Ну как, пытаетесь разрешить путем давления прыщей. б у вас есть аутоагрессия, это непринятие давление себя, выраженное в желании причинить себе боль и страдания. и в, давление прыщей, это навязчивая идея. это некое такое определенное навязчивое желание. И тонкость здесь вся в том, что подобное навязчивое желание связано с тем, что вы чего-то хотите, но не получаете этого. И соответственно, ээм, желание остается не удовлетворенным, желание остается нереализованным, и вследствие этого вы испытываете серьезные проблемы. А проблемы, 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 соответственно, какого рода невозможность реализовать свои потребности. Невозможность реализовать свои желания. По факту. По факту. И давление прыщей здесь это своего рода такой компромиссный вариант. Брозный компромиссный вариант. И всё. Для вас. Потому и силоволе не работает, там всё. Вам же нужно это. Вы нуждаетесь в этом. Вы нуждаетесь в том, чтобы давить прыщи. Вы хотите этого. Так по крайней мере вы думаете. Вы думаете, что хотите этого, на самом деле вы хотите чего-либо другого, но истинное желание, оно вытеснено. И вытеснено, ваше желание, вытеснили запреты. И вот именно в контексте запретов, да, я и предлагаю вам поработать. Поработать, подумать, да. это на самом деле не так важно. Как именно поработать и подумать? В момент, когда вам хочется давить прыщи. Постарайтесь подумать о чем-нибудь другом. О чем-нибудь приятном, интересном, важном для вас. Ну, можно некоторые вот рекомендуют подумать о сексе. То есть сексуальные фантазии. Вот. Аммм. Вообразить эмммм. Ну, себе. если получится, да, если получится, да, у вас это сделать, то, соответственно, никаких проблем не будет. тогда нужно будет просто вам каждый раз думать о чем-то другом. если вы не сможете думать о чем-то другом, если вы не сможете думать о чем-то другом, и с ним уже нужно будет работать. То есть запретами и так далее. Но пока что, хочу вам сказать, что нельзя просто взять и начать давить, перехать, давить ваши прыщи. вам это нужно, и вы будете это делать до тех пор, пока вам это нужно. Я полагаю, что это вполне нормально. Не пытайтесь просто понавить то, что вы делаете, а пытайтесь увидеть причину, причину, по которой вы делаете то или иное. А это куда более важно. Также, также, очень большой интерес представляет то, считаете ли вы сами для себя негативным давлением происшествий. То есть, если вы, например, сами никакого вреда в этом не наблюдаете, а вас заставляют, например, давить прыщи, вот это не давить прыщи, что совершенно в общем логично, что вам не очень захочется этого не делать. то есть, да, в глубине души вы будете стремиться к тому, чтобы реализовать то, что нужно. Но на самом деле, на самом деле, вы будете двигаться против своей воли, и поэтому у вас скорее всего ничего не получится. Я полагаю, что именно именно так можно ответить вам на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что мой ответ был полезен вам. От привычки избавляется двумя методами. Первый метод является чисто программным, то есть, человека программируют не делать того, чего он не хочет делать, то есть, просто приучают его не делать. Но в этом случае, в этом случае возникает проблема того, что у такого человека начинает копиться неудовлетворенность. И она это неудовлетворенность. следуя науке, я имею ввиду психологическим знаниям, такой человек породит другую привычку. если убрать ее, то появится еще. И так будет до тех пор, пока человек не увидит, что же все-таки что же все-таки стоит за этими его привычками. Только так и никак иначе можно избавиться совсем от того ну, от того негативного, да, от того негативного, что есть в том, что вы делаете. Вот. Понятно, что каждый выбирает свое. Понятно, что каждый выбирает способ решения проблемы, которые ему больше подходят. Это понятно. Но, тем не менее, я предлагаю вам два таких варианта. И по второму варианту, то есть по анализу мотивов ваших, которые привели к тому, собственно, что вы стали вот так себя вести и столкнулись с такой проблемой. Но я могу помочь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! в следующую минуту. И подождите. Продолжение следует...